Реализация инвестиционных проектов и расширение поддержки малого и среднего бизнеса в Чечне. Рамзан Кадыров встретился с наследным принцем Абу-Даби. Всероссийский день матери отметят уже завтра. В республике чествуют виновницы торжества. Коммунальные службы Чечни готовы к зиме. В Грозном прошел парад жилищно-коммунальной техники. Всероссийский тест по истории Отечества прошел и в чеченской столице. Все вопросы включают в себя весь курс истории России. Более 20 тысяч жителей республики приняли участие в тестировании. В Объединенных Арабских Эмиратах Рамзан Кадыров встретился с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил страны шейха Мухаммедом Бензаедом Аль-Нахаяном. Во встречу принимал участие и руководитель инвестиционного фонда Абу-Даби шейх Тахнун Бензаед Аль-Нахаян. Стороны отметили, что отношения между Чеченской республикой и Эмиратами в области инвестиционной деятельности развиваются успешно. Глава Чечни рассказал принцу о ходе строительства Международного университета, а также отеля с торговым центром, которые возводятся в Грозном, инвестфирмами Объединенных Арабских Эмиратов затронули. Здесь и реализацию совместной программы поддержки малого и среднего бизнеса, осуществляемой фондом имени шейха Заеда Бен Султана. Как сообщил Кадыров в своем инстаграм, в ходе встречи договорились ускорить темпы реализации инвестиционных проектов и расширить поддержку малого и среднего бизнеса в Чечне. В завершении встречи Кадыров пригласил наследного принца Мухаммеда Бензаеда Алина Хаяна посетить Чеченскую республику в ходе очередного визита в Россию. А накануне глава Чечни посетил семью начальника дубайской полиции Хамиса Мазина, который скоропостижно скончался от сердечного приступа. Рамзан Кадыров выразил соболезнования его братьям Абдалле, Халиду и Саиду, а также Абдурахману Рафи, который был его заместителем, а теперь назначена должность начальника полиции Дубая. Также глава Чечни выразил слова поддержки министру культуры и молодежной политики страны Шейху Нахьян Бен Мубараку Айна Хаяну. Кадыров отметил выдающиеся заслуги Хамиса Мазина в обеспечении порядка и безопасности в Дубае. Сегодня это место является одним из самых спокойных в мире. Глава Чечни также выразил уверенность, что взаимодействие с правоохранительными органами Дубая будет продолжено. Родственники покойного высказали слова признательности за то, что с ними разделили их скорбь. Сегодня мир прощается с лидером Кубинской революции Фиделем Кастро. Ему было 90 лет. Он возглавлял страну в течение нескольких десятилетий. Рамзан Кадыров выразил соболезнования кубинскому народу и сыну бывшего главы Кубы Алехандро, с которым он знаком лично. Я родился 17 лет спустя после Кубинской революции под командованием команданта Фиделя Кастро. Несмотря на то, что страсти вокруг победы над проамериканским режимом генерала Батиста немного поулеглись, даже в мои детские и юношеские годы братья Фидель и Рауль Кастро были символом мужества, беззаветной преданности своей родине, Кубе. Они навеки вошли в мировую историю, как люди, которые поставили свободу и независимость своего народа, своего отечества выше личного благополучия, выше собственных жизней. Небольшая горстка молодых людей во главе с Фиделем фактически многие десятилетия диктовала могущественной Америке свои правила игры. Десятки покушений и обещания всех благ на свете не смогли ни на секунду заставить сойти с избранного пути. Это свидетельствует еще раз о том, что нет никаких преград для тех, кто верит в свой народ, свою родину и правоту избранного пути. Сегодня некоторые говорят, что якобы Куба – бедная страна, не развивалась экономически. А разве другие страны Карибского бассейна, которым США диктовали свои условия и на территории которых в любой момент высаживали командос, стали лидерами экономического роста? Фидель был и всю жизнь оставался человеком железной воли, человеком слова, чести и достоинства. Он являлся большим другом России и никогда не поступал вопреки ее интересам. Таким и его запомнит человечество. Я вооружаю искреннее соболезнование кубинскому народу – Раулю Кастро, а также его сыну Алехандро, с которым лично знаком. По всей стране скоро отметят День Матери. Праздник относительно молодой. Он берет свое начало с 1998 года и приходится на последнее воскресенье ноября. В стороне от торжеств не осталась и наша республика. Праздничные мероприятия проходят в различных министерствах и ведомствах. Хавайдеева подробнее. Счастливые лица и пышные букеты цветов. В Министерстве труда и социального развития сегодня чествовали вино унисторжества. Начиная мероприятие, прирученное ко Дню Матери, с поздравительной речи в их адрес обратился министр ведомства Мохмад Ахмадов. Министерство труда и социального ведомства Мохмад Ахмадова Здесь же состоялось награждение матерей, воспитавших достойных сыновей Отечества. Им были вручены почетные грамоты от главы республики. Также около 50 женщин, воспитавшие 9 и более детей, получили от Ригинального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова денежные поощрения. Благодарственные письма и почетные грамоты от главы республики получили отличившиеся сотрудницы различных министерств и ведомств. Награждается материк детей. Один суть погиб при исполнении служебного долга. Среди награжденных сегодня и Луиза Пасхаева. За образцовое воспитание детей женщины вручили медаль на ННС «Материнская слава». Сыновья Луизы Умар, Бувай Сарихамид, многократные чемпионы мира по кикбоксингу. В первую очередь Рамзан Ахмадович Кадыров. Сыновья Луизы Умар, Бувай Сарихамид, многократные чемпионы мира по кикбоксингу. Продолжилось мероприятие концертной программой. С стихами и песнями собравшихся радовали творческие коллективы и звезды чеченской эстрады. Также здесь подвели итоги конкурса «Фото с мамой». Победителю вручили телевизор. Каждый из присутствующих из зала ушел с хорошим настроением. Все они выражали благодарность за ежегодно оказываемое внимание организаторам мероприятия руководству республики. Теплые слова в адрес матерей звучали в Национальной библиотеке Грозного. С концертной программой для виновниц торжества выступила девичья инструментальная группа Хазана, а также воспитанники Центра развития детей и юношства, школы, интернат для глухих и слабослышащих. Матерей чествовали в садике номер 54 «Седок». К знаменательному празднику дети подошли со всей ответственностью. Они подготовили сказочное представление для своих мам. Матерей чествовали в садике номер 54 «Седок». Аналогичное мероприятие прошло и во Дворце культуры имени Читы Эдиль Султанова. Для прекрасной половины Грозного был организован праздничный концерт. Особыми гостями праздника стали труженицы Сурсада и Зеленостроя, которые день от дня в жару и холод следят за чистотой города. С концертными номерами здесь выступили артисты чеченской эстрады. Выступая перед собравшимися, глава Грозного Заур Хизриев поздравил всех матерей с праздником и в особенности президента фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова Аймани Несивну, которая по праву носит высокое звание Мехаканана. Он отметил, что мать занимает почетное место в жизни каждого человека. И этот праздник – еще один повод сказать им слова признательности и любви. Не забыли в республике и представительниц нацменьшинств. Для них в Доме радио было организовано праздничное мероприятие. Хамзат Аюбов о том, как чествовали виновницы торжества. Зугра Тангатарова – многодетная мать. У нее пятеро детей и 14 внуков, а совсем недавно она стала прабабушкой. Истинное счастье каждой женщины заключается в воспитании детей, считает Зугра. Как любая женщина, мне хотелось иметь многодетную семью. Я сама из многодетной семьи. У меня мама, папа родили, воспитали восьмерых детей, пятерых детей. Я воспитала, дала образование. Сейчас они, конечно, все взрослые, работают. Все работают. Четыре дочери, один сын. Семья в жизни Зугры занимает главенствующую роль. Однако, несмотря на это, женщина всегда находила место для общественной деятельности. Она 14 лет проработала директором Ногайского культурного центра, создала музей национальных женских украшений, в числе которого экспонаты даже 13 века. Всегда для меня важно было показать свою культуру, шить, потому что я с пяти лет всегда шила. Шить Ногайские костюмы, собирали материал. Так получилось, что и у нас и музей образовался. И достойно представляли всегда наш народ, нашу культуру на всех мероприятиях. Многодетных матерей представительницы нацменьшинств, которые внесли вклад в развитие республики, собрали сегодня в стенах Дома радио. Для них подготовили концертную программу. День матери в России начали отмечать относительно недавно. Государственный праздник установлен в 1998 году. Много теплых слов и добрых пожеланий в адрес матери было сказано здесь. Помимо этого, для виновниц торжества продекламировали стихи. Роль матери в жизни каждого человека невозможно переоценить. Именно она дает жизнь. Безвозмездно дарить свою любовь и поддержку. Говорили в зале и о роли матери в исламе. Ни одна женщина не ушла с праздника с пустыми руками. Каждой вручили цветы и ценные подарки. Хамзат Аюбов, Розанна Цемаева, Луиза Юнусова. Новости. Отдельный праздник был организован и для матерей, чьи сыновья погибли, защищая законный порядок. Их собрали в самый популярный кондитерской города. Все затраты на проведение торжества взял на себя региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова. Наш корреспондент продолжит. Всех этих женщин объединяет одно общее горе. Каждая из них в годы военных действий потеряла самое дорогое – своих сыновей. Все они погибли при исполнении служебного долга. С тех пор прошел уже не один десяток лет, однако боль утраты в сердце не затихает ни на секунду. О том трагическом дне, мол, ума Дударова не может говорить без слез на глазах. В августе 96-го ее старший сын Муслим ушел на работу и не вернулся. Никогда. Его останки так и не удалось найти. А эта женщина потеряла сразу двоих сыновей, а трагическом дне вспоминать не любит. Слишком тяжело. Я не могу, чтобы я не могу, чтобы я не могу. 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 Я не могу, чтобы я не могу, чтобы я не могу. 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 Исай Ибрагимов вместе с президентом Федерации воркаута Чеченской Республики перерезали красную ленточку. Площадка была построена при поддержке регионального общественного фонда и спортивного клуба «Ахмат». На самом деле сегодня очень важный день именно для воркаутеров, кто занимается стритворкаутом, потому что это первая площадка в Грозном специализированная, в которой в данное время атлеты могут заниматься профессионально в этом виде спорта и только профессионально, могут заниматься и простые люди, потому что стритворкаут это самый доступный вид спорта. Любой желающий человек может просто выйти во двор, заниматься и летом обязательно мы будем проводить тренировки, мероприятия, показывать всем, как нужно правильно заниматься, в cooked здоровый образ жизни и будем развивать стритворкаут. На открытии новой площадки собрались турникмены со всей республики. Спортсмены устроили гостям показательное выступление с акробатическими и силовыми приемами. Субтитры создавал DimaTorzok Ну а самому юному турникмену 9 лет. Рамзан Габанчаев занимается воркаутом уже 3 года. Для молодого спортсмена открытие этой площадки большой праздник. На новой площадке помимо спортсмена смогут тренироваться и любители. Теперь у турникмена в республике есть место, где возможно проводить турниры по воркауту. Из Наульза, Урбека, Шамиль Саламов и Луиза Юносова. Новости. В республике также стартовал марафон по кроссфиту. Право первенства в нем оспаривали не только спортсмены, но и любители активного образа жизни. Кто лучше и быстрее выполняет комплекс упражнений по выносливости, оценивали опытные судьи. Напомню, эти соревнования пройдут во всех регионах СКФО. Ценатин Мазашвили подробнее. Кроссфит или иными словами убойный тренинг. Профессиональные спортсмены и любители здорового образа жизни попробовали на себе этот комплекс упражнений. Региональный переходящий кубок «Меняйся в спорте» разыграли в Грозном. Вся молодежь, практически все население в спортзалах. У нас несколько бойцовских клубов. Есть очень много спортивных залов, комплексов и так далее практически во всех муниципальных районах и населенных пунктах республики. И вот это движение, оно больше объединяет тех людей, которые занимаются различными видами спорта. Под словом, кроссфит в настоящее время понимается спортивное движение, основанное на философии многостороннего физического развития. Эксперты определяют кроссфит как систему подготовки, развивающую все физические качества атлета – выносливость, силу, скорость, гибкость, координацию. При этом средства достижения данных качеств могут быть самыми разными. Занятия обычно включают в себя быстро сменяющие друг друга круговые тренировки различной направленности. Со стороны кажется, это все легко. После 20 секунд это уже начинается самое трудное. У меня другое направление спорта, конечно, я свое направление бы, конечно, выложился бы на все 100. Конечно, был бы результат. Я думал, что у меня плохой результат, потому что здесь, я не знаю, это было трудно. Старт спортивного марафона состоялся в Грозном. Переходящий кубок отсюда отправится в другие регионы России. Следующие соревнования пройдут в Дагестане. 2017 год объявлен Годом объединения. А что, как не спорт, может объединить всех наших жителей и всю нашу большую страну? В этом движении мы включаем не только профессиональных спортсменов, это также любители. Это наша молодежь, которая несет в массе здоровый образ жизни, правильное питание. Мероприятие было организовано патриотическим клубом «Путин», организацией «Имман» и движением «Меняйся в спорте». Эти соревнования приурочили ко Дню Матери. Здесь также присутствовали мамы выдающихся спортсменов республики. Их наградили почетными грамотами и цветами. В этом кале завершился второй республиканский открытый чемпионат по греко-римской борьбе. Его посвятили трехкратному олимпийскому чемпиону Буайсару Сайтееву. Принять участие в турнире приехали ребята из разных районов региона и Ингушетии. Итоги боев знает наш корреспондент Магомед Ламаркаев. В турнире принимают участие борцы, которые только начали прокладывать дорогу в большой спорт. Самому младшему 7 лет, а старшему 11. Среди них есть те, кто соревнуется в первый раз. Есть и более опытные. Несмотря на уровень новичков в греко-римской борьбе, страсти как внутри борцовского круга, так и за его пределами были довольно высоки. Исмаилу Гихаеву 7 лет. На борьбу он начал ходить два месяца назад. Но уже успел поучаствовать в соревнованиях. Это его второй старт. На республиканском турнире в честь боя Сара Сайтиева он представляет город Грозный. Настрой перед выходом на ковер не по-детски серьезный. Но все же отсутствие опыта выступлений придает волнение. Исмаил сходит с дистанции уже на третьей ступени к победе. На открытый турнир приехало около 100 спортсменов из разных районов Чечни и Ингушетии. Тренеры привезли в Итумкали лучших своих воспитанников в восьми весовых категориях. Все в один голос говорят о важности проведения детских соревнований для воспитания достойного подрастающего поколения и пропаганды спорта. Это доппинг для детей, чтобы они ходили на эту борьбу, чтобы занимались, увидели мужественные спорты, увидели мелкие травмы. Они дети не сдавались, боролись. И какая большая радость у этих детей. Сейчас они домой поедут, расскажут, что они боролись, что он выиграл. Для него это 2005-2007 год, для них как олимпиада, можно считать. Это большой стимул, это толчок большой. Ребенок будет ходить на тренировки. Мы приехали в Итумкали, привезли 12 человек во всех весовых категориях. Не приехать мы не могли на такое мероприятие. У нас братские отношения. Это будущее нашей борьбы. Для них вообще мало соревнований по России. Поэтому для них больше в вашей республике очень часто это подверг. Поэтому результаты очень хорошие. Республиканский турнир в честь трехкратного олимпийского чемпиона Буайсара Сайтиева организован по инициативе Фонда поддержки физической культуры региона и Федерации спортивной борьбы Чечни. Они отмечают, что в будущем намерены расширить масштабы и привлечь к турниру еще и взрослую категорию участников. Была такая задумка провести турнир именно имени Буайсара Сайтиева. Без тем, что он все-таки наш земляк. В Красноярске, в России и за границей проводится данный турнир. Но мы хотели этим подчеркнуть, что мы уважаем нашего земляка. Мы ценим его. И мы признаем действительно достоинство его как спортсмен. Буайсар Сайтиев – легенда вольной борьбы. А сегодняшние соревнования проходят по греко-римской. Хотя классический вид не является базовым для трехкратного олимпийского чемпиона, его любят и уважают представители практически всех спортивных направлений. И по этой причине каждый спортсмен сегодня особенно мотивирован. Турнир в честь Буайсара Сайтиева в Горном и Тумкалинском районе проходит уже во второй раз. Обычно в такой местности спортсмены проводят тренировочные сборы. Пониженное атмосферное давление, низкая температура и абсолютная влажность воздуха способствуют эффективной подготовке. То, что у нас появилась такая возможность проводить такой значимый турнир. Можем принять такое количество спортсменов, представить условия для проведения турнира. За это надо, конечно, в первую очередь сказать большое спасибо. Данный спортзал у нас, он еще с 2007 года открытый. Ну вот такое массовое распространение спорта, спортивной борьбе. Именно вот с вводом, с началом проведения данного турнира в нашем районе. Турнир завершился награждением. Для кого-то победа сегодня стала первой, но, как уверены наставники, далеко не последней. Магомед Ламаркаев, Юнадий Шалаев, Иса Адалаев и Луиза Юнусова. Новости. На Ахмат-арене прошел матч между Териком и московским Спартаком. На протяжении всей игры мячом владели наши футболисты. Пропустив гол от защитника Спартака Маурисио в первом тайме, наши игроки сразу же провели несколько опасных атак, которые, к сожалению, не увенчались успехом. Во второй половине встречи инициатива также была на стороне игроков Терика. Наши футболисты держали мяч у ворот противника на последних секундах. Даже вратарь Терика был в числе атакующих. Но матч завершился со счетом 1-0 в пользу Спартака. Несмотря на проигрыш, Терик завершил первый круг чемпионата в пятерке лидеров. Следующую игру наши футболисты проведут с Краснодаром 1 декабря. На этом все. Спасибо за внимание и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин